Добрый вечер! С праздником! А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Тогда Петр, отвечая, сказал Ему, вот мы оставили все и последовали за Тобою, что же будет нам? Иисус же сказал им, истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые и последними, и последние первыми. Итак, о чем отрывок? Отрывок, конечно же, достаточно сложный для понимания, потому что Господь прямо говорит, что если не любите Меня больше, чем отца, мать, сестер, или братьев, или детей, то Вы Меня не достойны. Для нашего понимания, как бы это очень, так сказать, резко звучит, как это не любить, да? Но Господь не говорит не любить. Он говорит о том, что любить надо, конечно же, даже есть пятый заповедь, чти отца и мать, и благо тебе будет, долголетен будешь на земле. Но Господь говорит, что первым ты должен возлюбить все-таки Господа, а уже потом всех остальных. А у нас, как правило, несколько иначе дело предстоит. Мы сначала любим всех, кто нам близки, а уже по остаточному принципу, ну, там и Господа, и в церковь, ну, когда есть возможность, тогда схожу. А надо это все на первое место поставить. И здесь Господь как раз выставляет приоритетность любви к Богу выше всех других наших целей в этой жизни, даже семьи, детей, родителей и даже самого себя. Вот это, конечно же, важный момент, который не все понимают, и многие на этом ошибаются, говорят, что, ну, мы живем в этом мире, даже есть такая поговорка, да, для того, чтобы посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Мы не для этого живем. Это все вторично. Мы живем все-таки для того, чтобы прежде всего любить Господа. И здесь вот об этом Господь и говорит в течение всех этих слов. Давайте с вами прямо вот построчно, да, попробуем разбирать, еще дойдем до родительской любви, в чем она проявляется, да, где грань там любви к Господу, да, чтобы не переходить тот барьер. Ну, да, надо это определить. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным, да, говорит Господь. Здесь Господь, Он, получается, призывает нас к исповеданию Его, да? Ну, конечно же, любовь, она должна проявляться в чем-то. То есть мы часто слышим, что многие люди говорят, что «да я верующий, да», но в церковь не ходят, молитв не читают, постов не соблюдают. И, собственно, вот эту заявленную веру ничем не проявляют, ничем. Даже перекреститься на храм не хотят, проходя мимо храма. Но такая вера мертва. Апостол Павел еще сказал, что вера без дел мертва. И здесь Господь говорит о том, что мы должны исповедовать Господа пред людьми. Каким образом мы исповедуем Господа? Словами, естественно, что вот я верую в Господа Иисуса Христа, Спасителя. Это первое. Второе, как я исповедую Господа? Это если я творю дела, которые Он нам заповедовал делать. То есть добродетели, какие-то посты, молитвы, которые Он нам дал. Хотя бы молитву Отче наш. Это же сам Господь нам эту молитву продиктовал. То, что нам надо поститься, это тоже не мы выдумали, а сам Господь постился. И нам заповедовал поститься, и апостолы постились в дальнейшем, когда Господь воскрес и вошел на небо, вознесся. В чем исповедь может еще заключаться? Конечно же, в терпении различных скорбей, нападок ради Господа. Не ради какой-то цели в миру находящейся. Какой-то бизнесмен терпит какие-то невзгоды и недостаток в чем-то ради достижения какого-то бизнеса своего, какого-то выгоды. Он терпит и добивается чего-то. Мы должны терпеть не ради выгоды, а ради любви к Богу. Это тоже исповедание. Но высшая форма исповедания – это, конечно, тот, кто, исповедуя Христа, свою душу даже не жалеет и убивает человека за проповедь Христова. Это случилось с апостолами, это случилось с учениками апостолов. Мы можем, те, кто не знает, почитать жизнеописания апостолов. Вы увидите, что они много пострадали, их много раз пытались убить, и в конце концов все-таки убили ради того, что они веруют. Ведь как только они получили благодать Духа Святого, они вышли на проповедь в Иерусалиме, и уже там их начали и в тюрьмы сажать, и гнать, и камнями побивать, и различные пакости устраивать, в том числе даже убийц посылать, как к апостолу Павлу. И, конечно же, это исповедание, если человек, невзирая на такие ужасные обстоятельства жизни, он все равно стоит в вере и говорит, я все равно верю. Как бы вы мне не угрожали, что бы вы мне не говорили, я все равно веру свою не оставлю. То есть она как была, так и есть. Это тоже исповедь. И, повторюсь, это исповедание Христа привело всех апостолов к смерти. А почему Господь не довольствуется только нашей сердечной верой, но обязательно нужно исповедование устами? Ну, я об этом начал говорить, что вера без дел мертва, и вера, которая внутренняя, она, конечно же, нужна, и это, наверное, начальная стадия веры, но она не оформлена и несовершенна, если она из сердца через уста не изливается. То есть если человек любит Бога, ну, даже сейчас пока о Боге не будем говорить, если человек любит другого человека, у него все равно эта любовь как-то проявляется к этому человеку, или взглядом, или словом, или делом, или каким-то подарком, или просто защитой какой-то перед другими людьми, когда тебе, например, начинают клеветать на этого человека. То есть эта любовь, она все равно проявляется человеком. И тогда мы понимаем, что да, действительно, он любит этого человека и действительно защищает и всячески поддерживает, и к нему хорошо относится. Вот если мы заявляем, что мы веруем в Бога, но никак его не защищаем, потому что клеветников и сейчас на Бога достаточно, и на церковь, которую Господь создал, если мы никак даже не говорим, что Господь тот, в кого я верю, даже если этого мы не говорим, то, конечно же, наша вера несовершенная и остается внутри нас и не приносит никаких плодов, потому что плодами является исповедание веры. То есть мы должны и устами, и делами, и какими-то другими поступками мы должны всячески проявлять внутреннее свое содержание наружу. Тогда это целостное получается. Души и тела, да, то есть и душой мы должны стремиться исповедовать. Ну, если в простоте, то человек, да, вот он же из двух естеств, из телесного и душевного состоит, значит, если у него только в душе, а тело никак не проявляет, не крестится, не кланится, не постится, не молится, то тогда, значит, тело отстоит далеко от веры, и, значит, эта вера несовершенна и бездейственна. Ну, и когда человек исповедует Господа, да, все-таки вот такое, у него мужество появляется, дерзновение. Но без мужества и дерзновения нельзя исповедовать, не получится просто. Потому что всегда какие-то страхования и бесы наводят, и люди наводят, и какие-то вдруг стеснительность какая-то появляется. То есть вот человек там курить на людях не стесняется, а перекреститься на людях стесняется. Человек там матом ругаться не стесняется на людях, А вот помолиться на людях стесняется Это уже мы видим, насколько слаба эта вера Что она даже элементарные обстоятельства не может пересилить А вот грехи, насколько они сильны в этом человеке Что они пересилят чего угодно То есть они проявляют сразу себя Тоже сквернословие, чревоугодие, табакокурение и прочее Это все мы ярко видим, оно исходит изнутри человеческого, из сердца И приводит к поступкам, которые все видят А вот вера почему-то к поступкам не приводит Значит, этой веры практически нет То есть это зачаточное какое-то состояние веры Которое еще не оформилось ни в мыслях, ни в словах Ни в желаниях, ни в чувствах, ни в делах Господь также говорит, да, что зайди, закрой дверь и помолись в тайне Да, Господь видит все Где вот эта грань между исповедничеством, да То есть там перекреститься, например, на храм И в то же время быть фарисеем, как бы перекреститься Вот посмотрите, какой я вот молодец Ну да, есть здесь другая, как бы, страна медали Это тщеславие, которое, наверное, раньше было присуще Когда у нас была православная религия, государственная религия Тогда люди, чтобы о них думали хорошо, а они как бы показывали Это на показ делали, да Вот там крестились, молились, или там в храм ходили, чтобы их видели все Это способствовало каким-то их, ну, опять же, делам мирским Способствовало карьерному росту, каким-то взаимоотношениям с другими людьми Сейчас, когда нету, так сказать, государственной религии, православие То оно ничему не способствует И тут тщеславие, я думаю, вряд ли появится, если человек проявит свою веру Здесь, наоборот, его не похвалят за это И не будут к нему с уважением относиться А наоборот еще скажут, ну, какой-то фанатик там, или еще что-то То есть как-то могут даже оскорбить за то, что он просто перекрестится или помолится То есть на него посмотрят, как на дурачка Такие бывают ситуации, почему, собственно, люди некоторые стесняются Хотя чего тут, собственно, такого-то Мы, повторюсь, мы же не грехи показываем Мы не демонстрируем свою наглость, грубость, сквернословие, или обман Или некоторые хвалятся любовниками, любовницами То есть явными грехами их похваляются и не стесняются Мы просто проявляем свою внутреннюю веру Почему это надо стесняться, непонятно Поэтому, я думаю, здесь тщеславие, оно в данной реальной, так сказать, нашей обстановке Оно здесь не присуще всякому христианину, проявляющему свою веру Поэтому здесь, я думаю, бояться не надо этого Есть тоже в Евангелии такая фраза Наверное, мы ее с вами здесь не читали, но есть она такая, да? Не думайте, говорит Господь, что я пришел принести мир на землю Не мир пришел я принести, но меч Вот как нам это толковать? Ну, да, еще и там другие слова есть, что слово Божие, оно обойду острый меч И вот и здесь также про меч Господь говорит Дело в том, что любая истина, она отделяет зло от правды Свет от тьмы, оно разделяет Вот здесь это правда, а вот здесь неправда Потому что всякая истина, она не может смешаться с неистиной и, так сказать, быть толерантной То есть она яркая и либо белая, либо черная То есть там нет серых тонов И вот это разделение Истинное разделение Что ложь, что зло, а что добро и что добродетель Это есть как раз тот обойду острый меч, о котором Господь говорит Это слово Его Это само Его пришествие в этот мир Господа Это уже разделение И мы читаем об этом в Евангелии Семен Богоприимец говорил, что лежит сей на восстании и падении многих То есть почему? Ну, как от меча Некоторые восстают и становятся победителями А некоторые падают и становятся побежденными Вот пришествие Христова, оно для этого и было И это уже, пришествие Его является уже обойду острым мечом Который может, кстати, так же и обрезать человека самого Который неправильно пользуется словами Божьими То есть здесь надо быть аккуратным, осторожным Вот этот момент, он не совсем понятен Но мы, конечно же, понимаем, что Лишь через это мы можем любить Господа Потому что всякий, кто любит истину, он придет к Богу И наоборот, всякий, кто не любит истину, он уйдет от Бога Это тоже разделение Не мир, но меч И какой может быть мир между Велиаром и Господом Или между добродетелью и грехом Никакого мира не может быть Но до пришествия Христова все это было перемешано И пришествие Его, оно разделило это, как меч, на две части И мы читаем, что когда будет страшный суд Так же Господь отделит овец от козлищ Тоже будет разделение Это тот же самый меч И так же Господь говорит, что не я буду судить А слово мое будет судить Всякого человека, который либо это слово исполнит Либо его не исполнит Это тоже разделение человечества на две части На грешников и на праведников Чем разделяет? Единое только острым мечом О котором Господь здесь и говорит Ну и, наверное, меч, это как в контексте нашего разговора Меч – это любовь к Богу То есть тех же самых близких То есть Господь этим мечом Либо ты к Господу идешь Ну, естественно, здесь все, что Богу угодно Оно с одной стороны этой грани встает Все, что Господу не угодно Стоит с другой грани вот этого разделения И, конечно же, любовь на первом месте стоит Потому что, если ты любишь Бога Ты будешь искать и истину Ты будешь искать и спасение Ты будешь искать, как угодить Господу Ты будешь искать добродетелей Ты будешь искать милосердия И прочего-прочего всего Что Господь сам проповедует И своей жизнью, и своими словами И наоборот, если ты не любишь Бога То ты будешь всячески хулить Его И отворачиваться от Него И творить все, что Богу не угодно Вот это разделение И есть то, о чем здесь говорится Ну вот, да, дошли до слов Кто любит отца или мать Тем более, нежели меня Не достоин меня А вот у святого Евангелиста Луки Там вообще такие совсем сильные слова Если кто приходит ко мне И не возненавидит отца своей, матери Близких своей, даже самой жизни Тот не может быть моим учеником Сложно Еще более резкие слова В ненависть здесь Возненавидит в плане плотском Потому что Иногда Любовь плотская Она приводит к смерти человека Ну, можно аналогию привести Вот хирург Он когда Видит перед собой пациента По любви телесной Он, конечно, понимает Что сейчас больно будет делать этому человеку Что там Что-то придется удалять Может быть, если гангрена Там и руку, и ногу придется отрезать Ему жалко человека И это как бы Естественная человеческая жалость Как и любовь к родителям Но если не отделить Тот или иной орган Болезнующий у человека То человек помрет и совсем Весь помрет От гангрены Заражение крови будет И здесь уже другая любовь Любовь к жизни этого человека То есть здесь уже По-другому хирург К этому относятся Так же и здесь Если мы любим родителей своих И за счет этой любви Мы Делаем послабление В любви к Богу То, конечно же, эта любовь Она неправедная Богу неугодная Она ведет к смерти И родителей, и нас Если мы Правильно любим родителей То иногда Приходится их даже и не жалеть Ну, например, человек Больной А вот Ему трудно Ему тяжело Там, но Все равно Его надо Причастить Все равно Надо ее пособоровать Это накладывает Какие-то Конечно же Тяготы То есть Или там На то, что В церковь надо поехать Или там Что надо попаститься Ну, некоторые говорят Ну, да чего Он и так больной Чего мучить-то его Но это Если он не причастится То он потеряет еще больше Здесь он Какой-то Небольшой период времени Потерпит Какое-то неудобство Но Причастившись Он спасет свою душу И наоборот Если он Вот По любви плотской Неправедной любви Мы не будем его беспокоить И вот это беспокойство Не будем ему привносить И не будем его причащать То Да, он будет спокойно лежать Он будет спокойно Как бы Лечиться Но душа его погибнет И вот здесь На этих весах Мы также взвешиваем Какая любовь Более праведная Более Бога угодная Любовь к душе Или любовь к телу Здесь Поэтому И Господь Так в такой резкой форме Говорит Что Кто не возненавидит Родителей своих По плоти Тот Меня не достоин Почему? Потому что Родители плотские Они не могут нас спасти От вечной смерти Они Дали нам жизнь Через них Господь Даровал нам жизнь Плотскую Телесную Но вечную жизнь Нам дает Господь И Насколько это Разница большая Да Вот эта Краткая жизнь В теле И вечная жизнь В духе Да и в теле Тоже жизнь Кто нам дает Все равно Господь Дает Конечно Конечно Но У некоторых Любовь к родителям Она Приводит к таким Крайним обстоятельствам Что Когда Умирает Родитель Люди Обижаются На Бога Почему Он забрал Моего родителя Унывают Ропщут И Даже не хотят В церковь ходить Потому что Вот я молилась Или я молился А Господь все равно Забрал моего близкого Или ребенка Или родителя Или там супруга Почему Как это так Я же хотел Чтобы он остался То есть Это вот как раз Та самая Плотская любовь Потому что здесь Люди уже Не рассуждают О том А может быть Уже время Пришло Для этого человека Выйти из этого мира И может быть Господь видит Что если его здесь Оставить То он Либо еще больше Страдать от болезни Либо он еще Что намного хуже Изменится Настолько духовно Что пойдет в ад То есть Настолько будет Греховно Свою жизнь Дальше проводить Это я говорю О детях Которых Господь рано Забирает Из этого мира Пока они чистые Господь их забирает Они попадают В царство небесное А если их оставить здесь Они проживут всю жизнь Они пойдут в ад Какая любовь Больше Плотская Чтобы он все-таки Жил здесь Или духовная Чтобы он все-таки Жил в вечности Вот из этого И складывается Вот эта фраза А как правильно Правильно По-христиански Любить детей Если мы детей Любим Только плотской любовью То есть Ублажаем их телесно Балуем Везде На компромиссы Идем И Не учим их Потому что Есть слово Надо Есть слово Хочу И мы Это хочу Детское Везде И всюду Исполняем То мы Мы Их Настолько Избаловываем Что они Становятся Тепличными Детьми И потом В жизни У них Очень много Проблем Бывает Потому что Родители Не могут Всю жизнь Контролировать Жизнь Своих Чат Они Все Рано Возрастают И Выходят В мир И начинают Жить А они Привыкли Что им Все Должны Ублажать А во Всем Все Их Желания Должны Исполняться И в Мире Им Приходится Иметь Такой Сильнейший Психологический Перелом От чужих Людей Которые Говорят Да Ничего Мы Тебя Не Должны И Никто Тебя Не Должен Ублажать Совершенно Таких Вот Неправильно Воспитанных Детей Это Просто Проблема Психологическая Становится То есть Они В уныние Впадают Как же Так Я-то Привык Вот так А здесь Почему-то Какой мир Плохой Оказывается И Опять Хотят Под крылышку Родителям А родители Уже Не могут Они Уже Старенькие Их Самих Надо Содержать Здесь Есть Слово Как Сказали Есть Такое Слово Надо У каждого Родителя Надо Оно Может Быть Своим То есть Например Каждый У любого Родителя Какие-то Свои Представления Каким Должен Будь Ребенок Кто Считает Это Должен Великим Танцором На танцы Ходит Хочет Ребенок Хочет Не Хочет Все равно Ходи Музыкальную Школу То есть Наверное Нужны Основы Даже Какие-то Общие Христианские На Евангельских Заповедях Ну Даже То Что Вы Сейчас Сказали Это Опять Внешнее Материальное То Что Ребенок Должен Быть Танцором Или Великим Ученым Или Космонавтом Или Олимпийским Чемпионом И все То в Одной Секции То в Другой Кружок То в Третье Какое-то Там Заведение Учебное Их Пихают Пропихивают Но Это Вторично Если У ребенка Не Будет Духовного Внимания Правильного То Все Что Вы Ему Дадите В детстве Все Останется В туне Все Останется Невостребованным И ребенок Просто погибнет От страстей Например Пьянства Или Наркомании Будучи Очень хорошим Танцором Таких Много Случаев Или Очень хорошим Артистом Ну Просто От наркотиков Умрет И Смысл Тогда Вкладывание В него Вот этого Всего Если Основного Фундамента Духовного Вы не Закладываете В детей Потому что Все Что мы Говорим Жизненные Какие-то Обстоятельства И какие-то Жизненные Достижения Они Должны Опираться На фундамент Веры Духовного Такого Развития Человека Если Этого Фундамента Нет То Какая бы ни Была Красивая Постройка Сверху Какие бы ни Были Образовательные Процессы Какие-то Связи Там Или еще Что-то Все Это Заканчивается Очень Грустно Ну Посмотрите Пример Очень яркий Золотая Молодежь У Богатых Олигархов Что с ним Происходит Вот там Родители Их обеспечат Всем Все их Нежелания Исполняют Но Как правило Веры Что у Олигархов Что у Этих Детей Нет И они Пользуются Всеми Этими Родительскими Благами Себе Во вред Что Самое Страшное Они Могли Бы Через Эти Возможности Родительские Принести Огромное Количество Добра В этом мире Они Только Зло Приносят И себе И родителям И окружающим Почему Нету Фундамента Нету Точки Опоры От которой Отталкиваться Жизнь Человек Может А если Этого Нет Человек Ищет Просто Удовлетворение Страстей Телесных И больше Ничего К сожалению Это Вот Ну Таких Примеров Тысяча И кто Не берет Креста Своего И следует За мной Вот Мне все Вопрос Почему Здесь Нету Не Не Следует Кто Не Берет Креста Своего Не Следует За мной Почему Пропущено Не Ну Это Церковнославянский Язык И следует За мной То есть Такая Логика Написания Текста Не Вперед Вынесено Ко всему Кто Не Берет Креста Своего Следует За мной Тот Не Достоин Меня Что Господь И знаем Что Господь Нес Свой Крест Не Только На Голгофу Там Короткий Путь От Порога Судных Врат До Голгофа Он Нес Крест Деревянный Тяжеленный Который Под его Тяжестью Он Падал Несколько Раз И На котором Его Распяли Это Как Б Яркое Проявление Креста Но Господь Нес Свой Крест В течение Всей Свой Жизни Земной То Есть Он С Младенчества Уже Был Гоним Мы Помним Вифлеемских Младенцев Которых Ирод Убил Чтобы Убить Христа Одного Младенца Чтобы Убить Он Убил 14 Тысяч Младенцев Вот Так Вот По площадям Вот Где он Жил Вот Там В Вифлееме Вот В Вифлееме Всех Младенцев От Двух лет И ниже Убить Это Исторический Факт Соответственно С младенчества Господь был Гоним С младенчества Господь Испытывал На себе Тяготы Трудности Этого Мира И это Был его Крест Который Он Взял От Отца Своего Небесного И нес Его даже До креста На котором Его распяли В течение Всей жизни Его То хотели Побить камнями То сбросить С горы То там Клеветали То говорили Что он бесноватый То Чего там Только не было С ним Не происходило Человеческого Так сказать Зла Какого бы Только на него Не изливалось Это и есть Несение креста То есть Терпеливое Перенесение Тягот Жизни В этом мире Но тем не менее Он жил По Всем Заповедям Которые нам Передал Для исполнения Соответственно И нам Господь Так же говорит И вы Несите свой крест То есть Мои заповеди Исполняйте Терпеливо Перенося Все невзгоды Которые в этом мире Случаются с вами Это и болезни Это и клевета Это и какие-то там Предательства И чего там только нет Как и у Господа Предателей Сколько там И даже Петр его предал И Аушиуда Совершенно Предателем Являлась То же самое В каждой жизни Человеческой Повторяются Те же самые события Что и в жизни Христа И он Господь Нам об этом Как раз и говорит Что возьмите Свой крест И несите Следуйте за мной Как я шел Как я относился К этим невзгодам Так и вы Повторяйте След в след Мое Шествие В этом мире А страдания Искушения Нам нужны Для того Чтобы мы Немножко очистились Осветились Многие святые Говорили Что вот Были периоды Их жизни Когда все Было хорошо И тогда Они отдалялись От Бога И лишь Когда становилось Очень плохо В их жизни Тогда Они приближались К Богу Это были Самые счастливые Дни их жизни Это или болезни Или гонения Или какое-то Испытание клеветы Или предательства Еще чего-либо Такого Тяжелые Моменты Внешней жизни Которые Казалось бы Напрягают Человека А внутри Через это Человек обретает Духовную радость Покой И мир И удивительно Что именно В этот момент Господь намного Ближе к человеку Чем когда Человеку Все хорошо Здесь как раз Вот такое Удивительное Устроение этого мира Что по неволе Мы будем Следовать за Христом Но только Не роптать надо И не унывать И верить Что Господь Который Дал нам жизнь Который дал нам Пропитание Здоровье И возможности Жить В этом мире Безбедно Он дарует нам И выход Из тех или иных Ситуаций Трудных Тягостных Для нас Наверное Тягостно Это именно Бороться Своими помыслами То есть мы себя Все время накручиваем Наши пожелания Они немножко Идут в разрез С тем Что для нас Приготовил Господь Нам хочется Вот так Ну да Своеволе Это такой же Грех человеческий Мы по своей воле Хотим и того И другого И третьего И десятого И когда у нас Этого нет Ну как капризные дети Мы начинаем плакать Говорить Ой Там топать ножками Что ой Мы вот Несчастливые Вот нам У нас планы Вот такие были Да А они нарушились Я-то хотел вот этого А Господь почему-то У меня это отнял Вот тому дал А мне не дал Почему Да потому что Если бы тебе это дать То ты испортился бы Ты этим развратился бы Потому что у тебя нету сил Для несения Того Что есть у другого человека И Всякий человек Несет какой-то крест Нету ни одного человека У которого не было бы Беды, страданий, скорбей Или телесных Или душевных У каждого свои Страдания Будь то Даже Пресвятая Богородица Даже Иоанн Предтеча Иоанн Предтеча Помните Его житие Господь его назвал Нерожден Женами Более великий Чем Иоанн Предтеча То есть Это самый великий Из рожденных женами Среди людей И какая у него жизнь была Он жил в пустыне Он питался акридами Диким медом Он носил лосеницу Его потом посадили в тюрьму За правду о Ироде А потом еще и Казнили Отрубив голову Также за правду И по наущению Иродиады Жены Иродовой А Богородица Всю жизнь Тоже страдала И мучилась Потому что От рождения Христа Она сразу Пошла Куда? В гонение В Египет Им пришлось убегать Чтобы не убили Христа Бога Младенца Потом придя сюда Она столько Слушала о нем Что Ведь эти Клеветнические наветы Которые Господу говорили Говорили же и Богородица А как матери Трудно Переживать Вот Когда На любимое чадо Клевещут Злобствуют Желают ему смерти И в конце концов Распинают на кресте Представляете Не зря Семен Богоприемец Сказал Что оружием Пройдет Тебе То что ты Увидишь Все помыслы Людей Это боль Не телесная Это душевная Это сердечная боль Пресвятой Богородицы Есть даже иконочка Такая Семистрельная Где Семь Стрел Или Семь мечей Вонзаются Ей в сердце Это как раз То Семь грехов Которые В этом мире Главенствуют Собственно Все они были направлены Против Богородицы Так же Поэтому уж нам-то чего Если такие величайшие Из рожденных Здесь На земле Несли тяготы То уж нам-то чего тогда И мы тоже должны Нести тяготы Стараться Ну Не фантазировать И себе Не приписывать Каких-то там Величайших Благостей Что я сейчас буду молиться И Господь мне их пошлет Господь не пошлет Ничего Что будет вредно Для спасения И поэтому Не надо обижаться На Господа Он по любви Вам этого не дает То, что вы просите Тогда Петр Отвечая Сказал Господу Вот мы оставили Все и последовали За тобой Что же будет нам Что же они оставили Ну Петр, например Оставил семью У него и теща была И жена была И после То есть Он был рыбаком У него был дом В Капернауме Была, естественно Если он рыбак Значит и лодка И сети были То есть он Ну вот свой такой Небольшой бизнес Имел на рыбной ловле Продажи рыбы И он все это оставил И пошел за Господом Не имея никакого Так сказать Больше Средства к существованию То есть на что Купить себе кусок хлеба Даже не было у него Он просто ходил с Господом Слушал его Пока Господь здесь был В этом мире Пока он не вознесся На небо А потом он Последовал туда Куда Господь его направил Для проповеди И так же не имел Ни копейки Существованию И лишь Божьим промыслом Ему Жертвовали Христиане верующие Которых он крестил И на это он жил И так же Все остальные апостолы И Конечно же Отречься От Полностью устроенной жизни От дома От жены От тещи Любимой От Своего бизнеса Но это Не каждый На это способен Ну Некоторые Намечтают Все Бросьте уйти Куда-нибудь Ну это только так Фантазии такие Утопические На самом деле Как только им Представляется возможность Ну хорошо Давай Вот уходи Не Не Я остаюсь Некоторые Вот я уйду в монастырь Приходят даже в монастырь Говорят Ой надоело Там жена Там вот Там работа Все плохо Можно я вот В монастырь Говорю Ну Вы поживите Попробуйте Живет недельку-две Потом нет Говорит Тут трудно Я возвращаюсь Обратно И вот и вся Так сказать Решимость Оставить этот мир Нет Не все так просто Это Больше Такое Детские Какие-то Фантазии Мечты О том Как легко Жить одному Ничего подобного Одному жить Тоже трудно И Здесь еще больше Нужна вера в Бога Чтобы Не унывать Чтобы Не думать А кто же меня В старости Хоть Так сказать Чашку воды Принесет Когда я буду На смертном Адре Лежать Это Одиночество Она тоже Имеет Определенное Отрицательное Так сказать Качество Для человеческого Естества И здесь Только упование На Бога Может перебороть И оставить Человека в радости И покое И мире Больше никак С этим не справиться Господь Господь сказал Истинно Говорю вам Что вы Последовавшие За мной В паке бытии Когда сядет Сын человеческий На престоле Слава своей Сядете И вы На двенадцати престолах Судите Двенадцать Колен Израилевых Тут два вопроса Паке бытии Это что такое? Ну Бытие Это то Где мы сейчас Находимся А паки То есть Это Боли Бытие Дали бытия То есть Паки Это То Место Где мы будем Находиться После смерти То есть Либо ад Либо рай Но Все что касается Апостолов То конечно Это рай Царство небесное И Господь ясно Говорит Что в Царстве Небесном Вы Воссядете На двенадцати Престолах И будете судить Двенадцать Колен Израилевых Это вот Образные Как они Прямо такие Сидят На тронах Ну Это трудно Сейчас нам Сказать Мы своим Плотским умом Вряд ли Это можем Вместить Но В любом Случа Каждое Слово Божие Оно Совершается И Я думаю Действительно Они будут И там Находиться Они сейчас Там находятся И Тот страшный Суд Который Невообразим Но который Будет Они там Также будут И Те двенадцать Клен Израилев Которые Их Сродичи Потому что Они тоже Израильтяне Все апостолы Они Конечно же Самими апостолами Будут Рассуждены Куда Им Царство Небесное Или в ад Я думаю Не зря Господь Это Слово Сказал Что вы будете Судить И Другое Есть слово Что Ты Петр И на Семь Камни Я Сожди Жду Церковь Мою То есть На Вере Петра Господь Сожди Дал Церковь Православную И дал Ему Ключи От Царства Небесного Это Тоже Слова Из Евангелия То есть Вот эти Все моменты Связаны То есть Церковь Значит Если Петр И его Вера Основание Для Церкви Этого Конечно Петр И будет Рассуждать О вере Других Людей Если Ему Даны Кличи От Царства Небесного То Конечно Он Может Открыть Или Закрыть Двери Царства Небесного Перед Тем Или Иным Сыном Израилевым А здесь Впрямую Сказано Что Вы Все Сядете Со Мной Вместе В Царстве Небесном И Это Конечно Величайшее Обетование А С Как и апостолы Имели Такой же Жизнь Такой же Образование Но Здесь Одни Уверовали А другие Не Уверовали И Уже Они Когда Увидят Что Уверовали Совесть Будет Мучить Ну Вот Здесь Как раз Мы Говорим О тех Моментах Которые В духовном Мире Мы Сейчас Не Особо Осознаем Что Там Будет Но Можно Сравнить Свет И тьма Кто Скажет Что Тьмы Нет Ну Есть Тьма Но Куда Тьма Девается Когда Свет Включается Раз Ее Нет Она Исчезает То Ее Просто Нет Вот Так Жи Здесь Само Присутствие Господа Оно Устранит Антихриста И Сатану Господь Второе Своё Пришествие В этот Мир Он Просто Придет В этот Мир И Сатана И Антихрист И Все Постырители Просто Как От Света Тьма Бежит Так Они Убегут От Господа Пойдут В ад То же Самое И с Апостолами Они Тоже Свет Миру Они Проповедники Они Те Свидетели Жизни Земной Христа Само Их Присутствие На суде Уже Будет Обличать Иудеев И всех Гонителей Христа Само Присутствие Апостолов Наверное Тоже Современник Пророки Тоже Говорили О том Что Судьями Будут Все Святые Люди Даже Наши Современники Кто станет Святым И кто Придет Неверующие Люди Они Увидят И тоже Обличаться Будут Конечно Это Сравнение Со светом Не зря Здесь Близко Потому что Всякий Человек Приходящий К Богу Он Становится Источником Света Так как Все Что Он От Бога Принимает Свою душу Все Это Дает Свет Негасимый Свет Вечный Свет Божественный И естественно Этот источник Света Ну как Есть Солнце Есть Свечечка Вот Солнце Это Господь А Свечка Это Каждый Из нас Который Также Несет Частичку Солнечка Внутри Себя И этот Свет Он Все равно Будет Обличать Тьму И обличать Всех Кто Любит Тьму То есть Сам Свет Исходящий От Святых Он Будет Отталкивать Всех Нечистых Конечно В этом И будет Суд У нас Есть Звонок Послушаем Да Конечно Пожалуйста Говорите Мы Слушаем Вас Здравствуйте Добрый Вечер Есть Такая Гуманитарная Организация При ООО Называется Всемирная Продовольственная Программа Так вот Глава Этой Организации Сказал Что Одно Из Губительных Последствий Пандемии Коронавируса Будет Голод Библейских Масштабов Вот Мне Интересно С каким Библейским Событием Сравнил Наше Время Господин Бизли Спасибо За вопрос Но Единственное Что Так сказать Вот У меня Сейчас Приходит В голову Библейские Масштабы Это Голод Библейских Масштабов Это Голод В Египте Семь Лет Был Сон Фараону Который Был Расшифрован Иосифом Прекрасным Одним из сынов Израилевых Которую продали Братья В Египет И он там Сначала Как раб Потом Его фараон Призвал И он ему Объяснил сон Так вот Сон Был Таким Что Фараон Говорит Мне приснилось Сначала Семь Тучных То есть Полных Откормленных Коров Которые Кушали Росли Проплодились Соответственно А потом Семь Худых Коров Которые Съели Этих Тучных Коров И они Остались Вот собственно Во сне Последними То есть Вот эти Худые Голодные Коровы Ну Иосиф Ему сказал Что будет Сначала Семь лет Плодородия Семь лет Благоденствия Когда будет Очень много И хлеба Собрано И других Продуктов Питания Но за ними Последует Семь лет Голода Которые Съедят Все эти Запасы Вот собственно Если Об этом Голоде Речь идет У Бизли Я не знаю Насколько он Силен В библистике И Насколько У него Это точное Выражение Но Может быть Он намекает На семь лет Голода Только так Я могу Это интерпретировать Ну Надеюсь Он не пророк Я думаю Он не настолько Знает Библию Чтобы так Вот Говорить И утверждать Тем более Что он Будущего Тоже не знает Да Есть еще В Евангелии Тоже такие слова Сберегший душу Свою Потеряет ее А потерявший душу Свою ради меня Сбережет ее Вот как-то Ну Действительно Мы в этом мире Тратим Свою жизнь И свою душу Тратим На какие-то поступки И Некоторые Свою душу Берегут От Каких-то Потрясений От каких-то Тягот От каких-то Невзгод То есть Уходят От различных Ну Как им кажется Лишних Действий Для помощи Другим людям То есть Они Так сказать Гребут все Под себя То есть Все Для себя Для любимого И для своей душеньки Собственно Все что нравится Все что хочется А другим Ничего не дают Таким образом Они берегут Свою душу И силы Свои душевные И какие-то богатства Для души Также Приберегают Но это все Как раз Приводит В ад Потому что В этом нету Любви К ближнему Есть Любовь Только К самому себе А тот Кто наоборот Душу свою Не бережет А наоборот Ее раздает И Какие-то Ценности И какие-то И время Своей жизни Тратит на других Людей Помогая им То есть И силы Душевные Тратит на то Чтобы Выслушать Помочь Поддержать Советом Или действием Или какими-то Другими Моментами Вот этот Человек Он Спасет Свою душу Вечности Потому что Он Добрые Дела Творит То есть Всякий Кто Можно так Перевести Фразу Всякий Кто Свою душу Направляет На добрые Дела Для других И не бережет Ее для себя Тот Спасает Ее И наоборот Всякий Кто бережет Свою душу И не делает Поэтому добрых Дел другим Тот Ее Погубит Фраза Да Многие Будут Первые Последними И последние Первыми Ну Эта Фраза Она Из Притчи О том Как Наемник Как Нанимали Так сказать Господин Нанимал Наемников Для работы В своем Награднике И Он Раздавал Там От Зарплату Последним Которые Работали Буквально Там Час Один От Последних До первых Которые Работали Весь день И они Возмущались И Говорили Как же так Мы больше Этих работали В несколько Раз А зарплата Та же Самая Но Господь Им ответил Что Вы знаете Я же с вами Договорился На эту И вы Пошли Работать Вот именно На эту Зарплату Я вас Не обманул Я эту Зарплату Вам и дал Но если Я по любви Своей хочу Дать Вот этому Последнему То же Что и Вам По любви Да Он Это Не заработал Но я Ему Дам Это Вы Кто Мне Чтобы Указывать Я Распоряжаюсь Своим Хозяйством Сколько Хочу То и Даю Поэтому Здесь Последние Будут первыми Потому что Господь В последние Времена За малейшие Труды Во спасении Души Даст Столько же Сколько Первые Христиане Трудились Всю жизнь Трудились В посте В молитвах И Они Так же Получат Спасение Как и В последние Господь говорит В последние Время Тот Кто призовет Имя Мое Того я Спасу Просто Призывание Имени Божьей То есть Он может быть Не будет Каких-то Особо Добродетелей Он не будет Там вот Как первые Там Подвязались Христиане В величайших Трудах И пощениях И Достигали Спасения В последние Времена Господь Просто по любви И по призыву Верующих В Него Он их спасет Даже без Таких Особых Трудов Вот И Первые Будут Последними А первые А последние первые Потому что Здесь Господь их Почему Спасает Потому что Они по Смирению И крутости Превосходят Первых Потому что Первыми Было чем Гордиться Они трудились Они Постились Они Молились Они Добродетели Совершали То есть У них Есть Заслуги А у Последних Нет заслуг Никаких И они Понимают Что они Недостойны Но все равно Просят Смиренно Просят Спасения И Именно За это Смирение И кротость Господь Их Также Наградит Спасением Ну и Господь Тоже В Евангелии Говорит Что главное Дело Это вера В Господа То есть Главное Это вера Вера Ну и Конечно Добродетели То есть Исполнение Забований Христовых Это тоже Главное Потому что Вера без дел Мертва Я повторю Слова апостолу Павлу То есть Мы Веру Должны Подтвердить Теми Делами Которые Господь Нам Заповедал Вот и все И вот это Совместное Такое Делание Вера И дела Веры Оно нас И спасает Мы с вами Помянули и Петра Сегодня И Павла И с понедельника Начинается апостольский пост Осталось у нас Всего две минуточки Вот пожалуйста Благословение Всем на великий На великий Апостольский пост Да Получается Ну да Он невеликий То есть Все там 20 с небольшим дней Тем более Он не такой строгий Как великий пост Да Поэтому Ну вот Сейчас как раз Наступает время С понедельника Мы начинаем поститься Для того чтобы Проявить свою веру И любовь к Господу Воспользуйтесь Этим временем Проявите свою любовь К Богу В посте Вы это Отказываясь Хотя бы от чего-либо Плотского Вы душе своей Добавите И укрепите Свою любовь И веру в Бога Через вот это Обычное Постное делание Помощи вам Божией И благодати За ваши Постные Постнические труды Во время этого Апостольского Петра и Павла Поста Ну и можно Посоветовать Евангелие Мы с вами Сколько читаем Евангелие Может быть кто-то Когда этим не занимался Может быть первый раз Откроет Начнет читать Ну это вообще Замечательно будет Потому что конечно же Евангелие Это тот фундамент На котором строятся Все духовные делания И если человек Не прочитал Евангелие Возьмите себе Вот такой Зарок Сделайте Что вот В течение поста Петра и Павла Я прочитаю Евангелие Было очень хорошо Ну а потом Может нам Позвонят в студию Спросят что Что непонятно Да-да Я думаю Вопросов будет много Если начнут читать Да Благодарил Сотец Хемени Что вы к нам приехали Приезжайте еще Спасибо Господи До свидания На сегодня все До свидания Продолжение следует